народ привет как вы уже видели в группе вконтакте я занялся напечатывание модели 131 зила сегодня будет первое видео по нему потому что пока его печатал там снимать принципе ничего как принтер печатать вы уже видели до конца все проблемы принтера я до сих пор не разобрал и решил печатать поэлементно разделить максимально его вот кабину разделил на все на боковушке на переднюю стойку на дно все рапа все по раздельности грубо говоря все элементы все 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 печаталась отдельно все бампера все 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 печаталась в рознь его весь порезал вот на сайте тингиверс по-моему так он называется парень выложил модель вот я его увидел на ю тубе скачал вот и решил попробовать но так как еще печатать особо не умею очень много брачков вот у меня тут всяких но я решил им напечатать не прям супер детализации атакую все равно попробую сейчас зашкурить что-то заровнять зачистить грунтовкой пройтись и уже потом покраску сейчас с вами мы займемся шлифовкой вот эту модель деталь у меня немножко повело ее завалило сейчас я ее быстренько немножечко сравняю чтобы она сюда вот поровнее подошла вот так у нее немножко несостыковочки получается там эти щели изначально вот эти некоторые детали уже склеены у меня немножко я с ними поспешил так как швы надо было посильнее зачистить и у меня получилось то что капот вот здесь чуть-чуть уже самоэты но я думаю то что зелок у нас потрепанный сто раз его уже там ремонтировали помяли там капот согнули поэтому будет боевой такой зелок зелок версия 1 вот если желание будет до конца там добиться от него что-то но и сверх детализации займусь тогда буду печатать уже швы будут потоньше делать вот чтобы детализация была побольше и уже буду сначала подгонять весь зашкуривать все полностью каждую детальку а потом уже в кучу все было склеивать грунтовать и красить так что сейчас я все эти детали зашкуриваю что-то вы увидите на видео что-то я опущу конечно тут потому что все она не нужного ждать столько по времени сейчас мы все это дело что по возможности зашкурим и будем дальше склеивать его не буду делать чтобы открывался там капот ничего склеиваю все на первое время меня он устроит ну что понеслось еще один моментик вот здесь если вам видно более такая глянцевая поверхность взял аста отслоение вот эти от от принтера нарезал кусочками и залил клеем дихлоратан он уже практически растворил все эти кусочки вот хочу сейчас зачистить и где будет мне что-то не нравится пройтись вот этим клеем и он прикроет чуть-чуть растворит верхний слой и сделает его такой более гладенький потом легонечко я ее зашкурю и грунтовочка пройдусь мне кажется так будет получше если нет вот такая смесь такой клей будет меня буду на него склеивать так народ чуть-чуть пошкурил детальки вот капот стал бампер двери чуть-чуть их пошкурил сейчас хочу приклеить чтобы он не падал и уже подгонять следующие детали потому что неудобно когда все падает что-то подгонять не видно что куда идет у нас потому что надо подгонять не знаю наверно крышу сначала а потом уже заднюю стенку потому что ее повело больше всего поэтому будем наверное оттуда начинать ну вот так пока это получается продолжаем дальше подклеил значит я некоторые части и прохожу всю модель вот этим клеем она заливает как и некоторые поры и и модель становится как будто покрашена вот такая вот кабина получается блестящая ну что поехали дальше вот такая вот у нас получается модель сейчас попробую установить на какую-то модель и посмотреть с чем он будет лучше выглядеть но планах у меня сделать его с кунгом урал урал сделать бортовым попробуем сейчас разберем сначала шишигу у меня в ней по ходу сгорел двигатель или оторвался проводок заодно сделаем и ревизию и посмотрим как будет смотреться эта кабина на том кузове пока что выключаюсь и в конце будет несколько фотографий в разном исполнении этой кабины а кабина у нас получилась вот такая вот в два в 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